Полезный город Полезный город Преподавателями вузов и студентами проходили разные активности. В течение двух дней, по-моему, была конференция, и я так понимаю, что приехали на неё люди не только из Приволжского федерального округа, а было огромное количество людей, в том числе и из Сибири даже. Все верно? Да-да. Всех я попрошу поделиться впечатлениями какими-то, насколько вот эта история, она важна для Кирова, для Вятского государственного университета и для будущего, наверное, нашего города и экологии в нашем городе. Денис Анатольевич, давайте с вас. Добрый день, уважаемые слушатели. Конечно, вопросы экологии – это такие вопросы, которые касаются всех абсолютно. Любой человек сталкивается с этим в своем быту, в жизни и в работе. Поэтому грамотная позиция любого ответственного гражданина в этом случае важна. И, конечно же, ВУЗ в этом случае является, наверное, таким проводником, который помогает разобраться во всех вопросах, правильно смотреть на мир с позиции науки и здравого смысла. В этом случае такие собрания большие, заинтересованных людей, мотивированных людей, конечно же, являются важным моментом на той площадке, на которой можно обсудить все животрепещущие вопросы и найти какие-то решения в спорных моментах. Вот я думаю, что это как раз такая конференция и такая и площадка. Тамара Яковлевна. Ну, вы знаете, в этом году был третий уже экологический форум, и он, конечно, очень собрал большую географию, можно сказать, наших городов. Это говорит о том, что Вязкий государственный университет, нашу Кировскую область знают, хотят здесь быть, участвовать в наших мероприятиях. И самое главное, что вот этот форум проходил очень так широкоформатно. Первый день у нас были очень интересные мероприятия, это молодежный конкурс, затем была интеллектуальная игра. И, кстати, оба мероприятия, они были посвящены проблеме с отходами, именно обращение, там, разработка технологий и так далее. Я просто в восторге была от первого дня, когда поучаствовала в молодежном конкурсе и услышала доклады наших молодых исполнителей. Это и студенты, и аспиранты были, кандидаты наук молодые. И, вы знаете, тематика настолько была интересна, вплоть до того, что как можно там переработать яичную скорлупу или там хвою сосны, или там ели, или, допустим, переработать древесные какие-то отходы и так далее. И получить ценную продукцию, именно говорили об этом. И, конечно, каждый доклад сопровождался демонстрацией даже полученной продукции. Полученной продукции, что очень интересно. А то есть уже сделали, да? Да, уже сделали и показали. Вы же опыт провели. Короче говоря, на стадии внедрения, можно сказать. Многие доклады были на стадии внедрения. Много было студентов нашего университета, и как раз две премии, которые, высшие награды, были получены студентами и аспирантами нашего университета. Это очень приятно. В этот же день состоялась интеллектуальная игра. Но вот мы ее называем интеллектуальной игра, но я считаю, что это вот просто очень серьезный, важный брифинг. То есть это не игра? Да, это не игра. Это просто вот, знаете, надо было видеть, как студенты, аспиранты, вот участники этих пяти групп, которые приехали, как они боролись за знания, по тому или иному вопросу отвечали. Настолько интеллектуальные были ответы, интересные, глубокие. Просто вот восхищаешься. Мы даже вот в жюри сидели, и то сомневались, так или не так ответить на тот или иной вопрос. Многие из них отвечали очень верно. Ну и хочу сказать, в эти два дня проходили две конференции. Одна конференция вот по отходам, рециклин отходов производства и потребления. И вторая конференция биодиагностика. То есть эти мероприятия были выстроены так, что на первой конференции докладчики выступали, значит, что они внедряют, какие технологии и так далее. А на второй конференции как экологи, как наука и так далее обеспечивают контроль и мониторинг за всеми действиями, чтобы все это обеспечивалось в хорошем варианте. Причем вот вторая конференция у нас была по биодиагностике, она уже проходит 19-й год подряд. Настолько интересный материал уже собран за эти годы, что мы готовы, в общем-то, обобщить его и представить в научном плане в виде монографии очень интересный опыт. Докладчики на этой конференции не просто вот там говорили общие слова и так далее, а у каждого из докладов были тоже шаги конкретного действия. То есть практически какие-то вещи, да? Да, практически. Ну вот, например, я послушала доклад из Сыктывкара, доктор химических наук выступала. Доклад ее был посвящен использованию отходов производства скипидара. И вот насколько широко можно использовать вот этот отход для получения ценнейшей продукции. Она назвала, наверное, видов под 40 примерно, что можно получать из этого скипидара. И в принципе-то они уже в лабораторных условиях, в опытно-конструкторских условиях уже выделяют вот эти вещества. Я знаю, и даже внедряют уже, значит, в продажу и везде. То есть вот такого рода. Или, например, доклад был из Перми доктора наук Светланы Александровны Двинских о том, как мы бережем сегодня наши водные ресурсы. И насколько сильно идут загрязнения сточными водами наших рек, наших водоемов и так далее. И вот такой вывод она сделала, пожалуй, для меня, вот как химика, был, он, конечно, не неожиданный, но очень приятный вывод сделал. И над этим надо работать. Природоохранные органы оценивают сегодня состояние водоемов по валовым выбросам, по сбросам, если говорить, в водоемы. С этими параметрами и показателями всё нормально, чистый водоем. А если смотреть качество, вот по качественным параметрам, показателям, то картина совершенно иная получается. Мне кажется, на конференции, если посторонний человек окажется не эколог, ему, наверное, жить будет страшно. Нет, вы знаете, как раз, Анна, говорили о том, что это всё можно решить и можно сделать, и делается. Вот это самый главный вот такой резюме по этому вопросу. Ну вот хотела ещё отметить один доклад нашей Шишеговой Татьяны Кузьминичной из НИИ Рудницкого. У неё был доклад посвящён изменению климата и как климат вот сегодня воздействует на развитие живых организмов, в том числе растительности, в том числе микроорганизмов и так далее. И тоже вот такой вывод был сделан, что сегодня действительно в России потепление климата даже больше, чем на планете Земля. То есть больше, чем в среднем, да? Да, в среднем, да, на 0,76 градуса. Ну и самое главное, что это потепление, оно приводит к очень таким непростым явлениям и факторам. С одной стороны, вроде и положительно, что продлевается там, допустим, летний период развития растительности, больше плодоносят деревья и так далее, но оказывается всё-таки с точки зрения отрицательных факторов, это больший аспект приводит... Мне известно, чем мы за это заплатим, да? Да, да, да. Во-первых, мелеют реки, во-вторых, там дефицит воды, но самое главное, при высоких температурах развивается патогенная флора. И она отмечала, насколько много видов новых появилось болезней, сорняков, растительности, животных. Просто вот тут действительно думаешь, хорошо ли это. Я хотела к Светлане Занько обратиться. Я, насколько понимаю, в числе участников конференции были ребята, которые ездили в Менделеевскую экологическую экспедицию на Байкал. Да, были, конечно, да. То есть сразу такой мостик перекинуло к нашему совместному проекту с коллегами, которые здесь присутствуют, и с федеральным экологическим оператором. Федеральный экологический оператор, структура Росатома поддерживает второй год уже подряд конференцию, о которой мы сегодня говорим. И надо сказать, что в этом году ещё более представительная, наверное, делегация из Росатома приехала на конференцию. Я наблюдала пленарную сессию. Это была очень представительная сессия. Я бы сказала, что она не была формальной. Прежде чем мы сейчас перейдём к игре, ты мне намекаешь, что мы поговорили об интеллектуальной игре, который Информационный центр по атомной энергии совместно с ВУЗом проводит уже второй год подряд в рамках этой конференции. Но всё-таки я бы сказала о пленарке, потому что это очень важно. Нужно тут понять, что это не просто, вот ты сказала, студенты и преподаватели приехали и говорят. Ну, научное сообщество и студенческое. Первое, конечно, это научное сообщество, потому что это научно-практическая конференция, а не образовательная. Образовательный фактор, конечно, есть, но это научно-практическое. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили тому, что разрабатывают технологии, которые должны сохранить окружающую среду и ликвидировать накопленный человеком вред в результате его деятельности. Так вот, на пленарном заседании не было помпезных речей, а сразу возникала проблематика, сразу обозначали действительно те важные тренды, которые мы должны сейчас возглавлять, практически учёные должны возглавлять. И российские учёные, слава богу, это делают. И надо сказать, что наша у связки государственный университет и лаборатория биомониторинга, которую Тамара Яковлевна Шихминна возглавляет, является передовым таким, знаешь, форпостом в этом направлении. Институт химии и экологии растит людей, которые действительно вот эту новую отрасль в рамках нацпроекта «Экология» уже сейчас строят. И вот эти ребята, о которых ты мне сказала, которые ездили на Байкал, которые сейчас приехали на игру Zero Waste со своими докладами. И это вот будущее этой отрасли. Это такая очень серьёзная профориентация. И об этом надо говорить, потому что я где-то в комментариях, по-моему, в посте Министерства экологии Кировской области, когда вот выложили постик про интеллектуальную игру, а видела такие комментарии, что всё, играетесь, да, надо не играться, типа караул коричать, спасать, что вы там на своей этой конференции делаете, о чём вы там ла-ла-ла говорите. Я понимаю тревогу людей, которые это пишут, когда ты не в процессе сидишь в стороне, когда ты не проводишь столько времени в полях, не занимаешься этим мониторингом, разработкой, когда 10 тысяч, там, не знаю, не произведёшь лабораторных исследований. Вот мы были на Байкале, да, тоже рассказывали про ликвидацию вреда, накопленную целлюлозно-бумажным комбинатом байкальским. Мы там разговаривали со специалистами, которые честно говорили, что, ребят, мы уже там несколько десятков технологий применили для того, чтобы посмотреть, как они очищают накопленный вред, вот эти стоковые воды. От ЦБК, да? И отбросили. То есть из десятков и сотен технологий 1, 2, 3, 5, 10 максимум подойдут. И это вот в постоянном, в таком процессе рабочем происходит. На игре, о котором ведём речь, на самом деле у нас было 6 команд Тамары Яковлевны, в прошлом году было 5. Две команды на дистанте, это Иркутский университет и Курганский. А в Киров приехало две команды из Ижевска и Саратова, и две команды Кировских. Это Вятский государственный университет. И к нам присоединилась команда Московской государственной академии юридической, как раз благодаря Байкалу, потому что мы туда пригласили эксперта Елену Гордееву. Она была у нас в студии. Она была у нас в студии. Правом как раз экологическом занимается, по-моему. Да, эксперта в сфере международного экологического права. И она очень заразилась этой идеей, юристов привлекла. И они нам очень нужны, эти юристы, потому что ведь и законодательство сейчас меняется в сфере экологии. И ребятам такое пришлось изучать, что мне трудно было вести эту игру, честно. Даже читать задания было трудно, потому что в ГИСу, ПВК и так далее мы с тобой, как журналисты, знаем, что трудно расшифровать, бывает, каждую букву. А уж понимать, что за этим стоит, федеральная государственная информационная система. Учёты и контроли, обращения с отходами. Учёты и контроли, обращения с отходами. Что предстоит предприятиям промышленным в связи с этим сделать, как переустроить свою работу, как будут контролировать вот эти молодые люди, которые там сидели, а там со второго по пятый курс и аспиранты. Как пришлось убиться буквально руководителям этих групп, чтобы в течение нескольких месяцев это всё изучать, всё новое, всё. Это было очень сложно. И поэтому вот я писала в этом комментарии, о котором я начала говорить, написала, что, вы знаете, эти дети знают уже больше, чем мы с вами, и их надо не только поддержать, на них молиться надо будет, потому что они будут разгребать то, что мы накопили, вот наше поколение предыдущее, им будет необходимо внедрять в мозги в том числе людей, которые и сейчас работают на предприятиях, и будут, почему нужны эти изменения, какие строгие контрольные функции будут исполнять там, да, все органы, и лаборатории, и федеральные экологические операторы, и государственные службы, которые все присутствовали на пленарном, вот, например, заседании, многие на докладах. Это была сложная задача на самом деле. Не просто играли, я хочу сказать. Не весело порой было, потому что очень сложные бывали кейсы и формулировки, но важно было, что вместе со специалистами ребята смогли разобраться в этих вопросах. И главное, что сказали, что в следующем году непременно. Я надеюсь, что у нас вот такие команды, у нас был первый опыт привлечения команд не из консорциума вузов передовые экотехнологии. Мне кажется, что это очень интересно, и это очень важно, что расширяется круг вовлеченных вузов, вовлеченных студентов и их преподавателей в такой процесс. Ну вот Светлана сказала, что уже есть такое направление, да, которым в Кирове в том числе занимается, начали заинтересовываться экологическое право. Мы с Игорем Ереминым из РХТУ на прошлой неделе как раз говорили о том, что сейчас для крупного предприятия уже немыслимо, может быть, даже неприлично не иметь в штате у себя промышленного эколога. И история с правом – это тоже такое направление, потому что юридическое образование, оно же всегда ценилось, но мы все слышим в последнее время, куда вы готовите столько юристов. Вот это то направление наверняка, которое действительно в будущем позволит найти хорошую работу, зарабатывать как следует. Я хотела спросить еще у Дениса Козулина, а вот вы динамику этого процесса наблюдаете сейчас? То есть есть интерес к экологической тематике? Пошли ли люди, да, к вам? Пошли ли предприятия к вам за выпускниками? Конечно, в целом тенденция наблюдается, и я бы сказал дальше. То есть это прослеживается не только в университете, это видно и в ребятах, которые сейчас в школах учатся, и даже в детских садах, потому что вот эта эко-френдли, эко-позитивность – это уже то, что присуще новому поколению ребят, которых сейчас называют поколение Z. Это для них норма. И, конечно же, ВУЗ в этом случае не просто должен становиться кузницей кадров. Это должна быть платформа, которая позволяет ребятам дальше развиваться. То есть это не просто подготовка будущих промышленных экологов, которые контролируют на предприятии технологичность процесса с точки зрения экологии и выбросов. Это должны быть люди, которые мыслят в будущее, что новые технологические процессы, новые технологические линии, они вообще не должны быть отрывны от вот этой мысли о том, что мы должны снижать вред, количество выбросов, да, и думать над тем, о какой же за собой шлейф выбросов несет любая продукция. Это очень важно. И вот это масштабное мышление, которое требует метапредметности, предметности, нужно знать технологию химическую, нужно понимать, естественно, вопросы экологии, права, да, это все очень важно в современном специалисте. Табара Яковлевна. Да, и я еще хочу сказать, конечно, центральное, можно сказать, мероприятие на всем форуме – это была пленарная сессия. Именно на этой пленарной сессии обсуждался очень такой злободневный, можно сказать, вопрос сегодняшнего дня при обращении с отходами производства и потребления. Первый шаг, который был запланирован, это разработка федеральной информационной системы, то есть системы ГИС. И как раз вот с этим докладом выступила начальник управления реализации проектов в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Инесса Валерьевна Федорчук. Выпускница в отголовье, что прочее. Да? Да. Да, да. И Демичева Екатерина Александровна, директор по развитию… Росатом Гринбой. Да, Росатом. Оба вот эти доклада, они, в общем-то, сопровождались очень серьезными такими выводами, что на сегодня нужно сделать. И главное, что оба доклада были обращены к предприятиям, которые сегодня являются отходообразователями, и в этом направлении далеко не все хорошо и, можно сказать, правильно делается. Дело в том, что отходы первого и второго класса опасности на предприятиях – это одна из серьезнейших проблем их переработки, утилизации, обезвреживания. Первый и второй класс – это очень проблематично то, чтобы составить на него паспорт. А в рамках информационной системы каждое предприятие должно зарегистрировать себя и показать… Как отходообразователь, да? Да, как отходообразователь. И показать, какие отходы, сколько и когда и в какое время нарабатывается. Вот все отметили участники, и природоохранные органы, и министр Алла Викторовна Албега выступала, да, и Патрушев Эдуард Валентинович Куприд. Наш региональный оператор. Да, наш региональный оператор. Все говорили о том, что сегодня такой прозрачности, сколько на каждом предприятии, сколько там поступает, куда они деваются, каким образом, четкой картины в этом направлении нет на сегодня. Некоторые предприятия, промышленные, крупные, вообще заявляют, у нас нет никаких. Да, да, да. А ну да. Да, нет таких отходов. И один из главных вопросов, вот я тоже обозначала это на конференции, как раз чтобы зарегистрироваться, чтобы сдать этот отход на сегодня каждому предприятию, нужно иметь лицензию. А чтобы иметь лицензию, надо иметь паспорт на отход. А чтобы иметь паспорт на отход, нужно его, этот отход изучить, состав его свойства и так далее, вот этих первого-второго класса. А на сегодня, вот я уверенно это говорю, что в нашем регионе таких лабораторий, которые бы определяли 444 вида отходов, а вот еще Федорчук сказала, еще и плюс еще добавили в этот список еще 37, то есть почти под 500 видов отходов, чтобы у нас были лаборатории, аккредитованные на вот эти почти 500 видов загрязняющих веществ, нет на сегодня. Это будет очень серьезная проблема. И мы на конференции будем обращаться в законодательное собрание нашей области и далее в Министерство природных ресурсов о том, чтобы вот этот вопрос был решен, иначе, в общем-то, он зависает. И еще я хотела бы сказать очень острым вопрос, звучал на этой сессии по медицинским отходам. Вот все, что угодно, но судьба медицинских отходов сегодня должна решаться. Прямо называли, катастрофическая ситуация сегодня по медицинским отходам, потому что кого ни спроси, никто не знает, куда их свозят. То есть имя отдельно вообще никто не занимается? Да, да, да. А Куприд говорит, вы знаете, мы занимаемся сейчас сбором вот этих отходов из лесов. И найти... Свалки стихийные. И найти вот исполнителя вот этого неприятного дела, кто скидывает, очень сложно. Что делать? Куда медицинские отходы? Ведь их образуется, кстати, очень большое количество. Если уж по объемам судить, то это стопроцентно больше, чем отходов первого-второго класса. Решать эту проблему тоже надо. И тоже участники конференции вышли с предложением обратиться также и в законодательное собрание, и даже в Госдуму, чтобы внести в закон 89-й и медицинские отходы. И много было вопросов связано с транспортом, с перевозкой вот отходов первого-второго класса, опасности и так далее. Потому что перевозчики, транспортировщики, они тоже должны будут включиться. Да, и они должны иметь лицензию тоже. Были ли представители бизнеса? И вообще бизнесу вот сейчас этот вопрос интересен или нет? Потому что мы говорим про вот эту федеральную государственную информационную систему, да? Она ведь вступает в силу с первого марта, а с первого декабря она уже будет для всех работать. То есть можно уже подключаться. А бизнес-то он понимает, что уже все время пришло? Да, были представители бизнеса, и в том числе, например, Вятско-торгово-промышленная палата. Андрей Юсенко был, да? Да, нет, был Перминов Леонид Иванович. Он как раз тоже отметил такую деталь, что действительно бизнес сегодня включается в этот процесс. Есть тоже ряд наработок, которые надо внедрять, и они готовы наши научные наработки вузов, молодежи нашей, тоже, в общем-то, использовать, обсуждать и выводить на промышленную основу. Опять к Денису Козулину обращаюсь. Есть потребность в выпускниках, которые будут заниматься с темой промышленной экологии? Конечно, мы каждый год выпускаем таких выпускников, и никто не остается без работы. То есть вы отслеживаете этот процесс, да? Конечно. Любой выпускник у нас, это как наш ребенок, которого мы следим за его судьбой. У ВИАДГУ ведь очень много программ и международных тоже. Это ребята, которые получают опыт не только российский, а международный опыт, и они, вполне возможно, будут работать на предприятиях, которые наша Российская Федерация строит за рубежом. А есть такие страны, их много, где строятся предприятия с российским участием. Так что это перспективная профессия, которая будет востребована скорее не столько в Кировской области, хотя все промышленные предприятия, у нас их много, должны будут иметь качественных специалистов, еще более качественных, чем сейчас. Но российская и международная востребованность выпускников. Еще немножко добавлю, конечно. Да, Денис, пожалуйста. Важно очень выпускать промышленных экологов. Но, как я уже сказал, любой технолог, который в области химической технологии специализируется, должен знать и понимать вопросы экологии. Со следующего года мы запускаем новую образовательную программу, которая называется электрохимическая и водородная энергетика. То есть наши специалисты смотрят в сторону альтернативной для существующих технологий энергетики и разрабатывают материалы и технологии для создания топливных элементов, которые работают на водороде. Понимаешь, возвращаясь к тому, что мы говорим не только о том, что узкое специализированное научное сообщество обсуждает эту проблему. Нет. Мы ведь и здесь, в этой студии говорим о том, что и ВУЗ, и Федеральный экологический оператор, и Информационный центр по атомной энергии, и Общественная палата занимаются просветительскими мероприятиями очень широко. И экологическая повестка в них постоянно присутствует. И на этой неделе, в фестивале науки, кстати, который начинается с 30-го числа в Инженериуме, в Информационном центре, у нас будут две очень хорошие экологические лекции. Наверное, от топового просветителя, популяризатора науки Артёма Акшинцева. Первая из них пройдёт 3-го числа в Инженериуме, в Большом нашем актовом зале. И вторая пройдёт в нашей научной областной библиотеке имени Герцена 4-го числа. Но я тебе хочу вот что сказать. Если на весёлые, интересные, крутые лекции, но не на экологическую тему, быстро люди заполняют регистрацию, то на экологические лекции не так уж и быстро идут. Вот комментарии писать в соцсетях быстро пишутся, а прийти послушать учёных, подискутировать, задать вопрос и услышать ответ, порассуждать от первого лица с учёным, в общем, не сильно стремятся. Я бы призвала, конечно, наших слушателей всё-таки действительно складывать научную картину мира. С этого начал Денис Валерьевич. Задавать грамотные вопросы грамотным людям, а не питаться домыслами. Поэтому в фестивале науки, просветительские мероприятия, информцентра и ВИАДГУ – это, наверное, то, где нужно искать ответы. Я бы, в общем, welcome всем. Приходите, мы будем с вами говорить на серьёзные темы, с серьёзными людьми, доступными языком. Действительно, тема, которая обозначена на фестивале науки, очень важна и интересна. Я считаю, что и студенты, и молодёжь, и преподаватели, и все должны поучаствовать в этом процессе, потому что… Горожане, прежде всего, там Арьякина, студенты, то есть преподаватели на каждый день. Понимаете, здесь совершенно другой будет стиль, можно сказать, и другой формат. Вот даже эту же интеллектуальную игру, о которой мы сейчас говорили, я бы назвала интеллектуальная битва просто, битва мозгов. Вот по-настоящему. Поэтому я тоже приглашаю всех горожан, и молодёжь, и студентов, и преподавателей к участию в этом мероприятии, фестивале, потому что много, что здесь интересного будет, и каждый получит для себя удовольствие. А вот я согласна ещё раз, Светлана Владимировна, с тем, что легко критиковать, легко быстро там от гостя написать что-то такое неразумное, даже пишут вплоть до того, что там радиоактивные отходы привезут и так далее. Мы уже, как говорится, третий год говорим о том, что даже речи не может быть о том, что здесь будут утилизироваться и привозиться вот эти отходы. Поэтому я полагаю, что участвовать в таких мероприятиях нужно, необходимо, и самое главное, ты растёшь от этого. Я вот, например, в течение вот этих трёх дней, которые мы провели, я очень многое узнала для себя. Тамара Яковлевна, вы думаете, уже куда-то ещё. И тем не менее, я искренне об этом говорю. Вот многое очень узнала, чего даже многого не знала из того, что говорили докладчики. Спасибо большое нашим гостям. Тамара Шихмина, профессор Вятского государственного университета, председатель комиссии по экологии общественной палаты Кировской области. Светлана Занько, руководитель информ-центра атомной энергии Кирова, эксперт общественной палаты Кировской области. И Денис Козулин, директор Института химии и экологии Вятского государственного университета были у нас в эфире. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Возрастное ограничение фестиваля науки «Кстати» 12+. Полезный город